Всем привет, с вами снова Максов и сегодня у нас небольшая игрушка под названием Neko Arena и давайте сходу пробежимся по настройщикам, которых здесь практически никаких нет. Единственное что можно настроить это звук, совмещенный с музыкой, что очень на самом деле неудобно, но как бы что имеем, то имеем. Также естественно не хватает настроек на мышь, какого-нибудь отключения motion blur и вообще каких-то более полноценных настроек. В общем настройки здесь скудны, как вы поняли. Также есть галерея, которая почему-то изначально сразу открыта. Обычно в играх подобного рода картинки закрыты и мы открываем их по мере прохождения. Набираем очки, открываем следующие картинки, а здесь же как-то все открыто сразу. Не знаю, зачем так сделано, но в общем как-то так. Для игры есть дополнение, убирающее цензуру, тогда эти картинки становятся обнаженными, как и наша главная героиня. Вот собственно все различия. Ну что же, давайте посмотрим, что за игра такая. У нас имеется небольшой остров, небольшая локация. На самом деле мы даже вот отсюда видим уже конец этой локации. мы умеем очень высоко прыгать, у нас есть несколько видов оружия, кулаки, 9-мм пистолет, АК-47. Вот такая вот снайперка на мой взгляд, самое оптимальное оружие в игре, самое полезное, потому что ей можно и на близких дистанциях и на дальних стрелять. Удобная штука на самом деле. Дальше у нас есть дробовичок такой классический, что-то в стиле Half-Life, например. Снова пистолет, то есть на шестерку и на двойку у нас один тот же пистолет, да? Да. На семерку кулаки, можно вообще отключить на днёрку, просто так ходить, мы не можем не ударять ничего. Далее на восьмёрку у нас бита, не знаю, пригодно это или не пригодно, как бы, но умереть здесь на самом деле сложно. Здоровье очень быстро восстанавливается, поэтому может быть и есть какой-то смысл побегать с битой. Также у нас есть несколько гранат. Как-то не странно, на нолик как-то их надо активировать, не знаю, в общем, у меня получалось, почему сейчас не получается. Он их берёт, наш персонаж, и как-то как будто выкидывает, что ли, я не понимаю. В общем, это работало, почему-то сейчас не хочет, но не суть, ладно. Давайте возьмём калашик, побегаем. Наши противники любят кучковаться в нескольких местах на карте. Я не знаю, почему так сделано, как бы, у них какая-то точка сбора, я не знаю. Если они нас замечают, они начинают бежать за нами, а так почему-то вот они всё время туда. Вот им как будто там мёдом намазано. А появляются они, в принципе, где-то в кустах, вот здесь, ну, по всему острову и бегут в одну точку. То есть можно, в принципе, там стоять и потихонечку их и снайперки расстреливать. Ну, либо же выманивать и как-то уклоняться от них, там, прыгать. Ого, нифига себе, когда их много, они достаточно мощно тратят здоровье. В принципе, вся суть игры тупо арена. Выживаем как можно дольше, набираем очков как можно больше. Здесь они выполнены в виде таких труселей. Ну, как будто мы собираем труселя с каждого убитого врага. Что-то в этом духе, я так понимаю. Есть ещё здесь вот такая хрень. Я не знаю, зачем она нужна. Что она даёт? Изначально я думал то, что она пополняет здоровье. Я так и не понял, что она делает. Здесь ничего нельзя как бы сделать. Кнопки никакие не активируют ничего. Можно подумать, что это какой-то магазин, но нет. Может быть, это просто точка возрождения наша, потому что мы как раз начинаем именно здесь. Не знаю. Посмотрим. Давайте ещё испытаем разные виды оружия. Например, опять же, пистолет я не попробовал. Прикольная штука то, что не надо клацать бесконечно по левой кнопке мыши. То есть нажимаешь, он автоматически стреляет. Удобно. И достаточно быстро причём стреляет. Неплохой пистолет, быстрая перезарядка, но что-то он на дальних дистанциях как-то не очень, да? Да нет, в принципе. Просто нужно метко стрелять. Нормальная, нормальная тема. Так, снайперка. Вот это тема. Самое, на мой взгляд, как я уже говорил, прикольное, пригодное оружие. Годится для всего. Дайте гранату хоть попробуем. Могу я кинуть? Нет? Как-то же я... Как-то я её кидал, гранату доставал. Ой-ой-ой. Так, так, так. Давайте ещё дробовик попробуем пока. Не знаю, что-то граната не хочет кидать. Либо что-то глюкануло. Да, дробовик так себе. Так себе. Нужно подходить близко. А убойная сила не очень. Вообще ни о чём. Я даже попасть не могу. С такого расстояния. Вообще... Вообще не попадаю. Давайте поближе подойдём. Ну, вы поняли. Так себе, конечно, оружие. Биту ещё возьмём сейчас. Куда-нибудь забуримся. Там, где врагов поменьше, чтобы не на толпу сразу бежать. Где-нибудь сейчас одного врага, может быть, найдём здесь. Должны где-то быть. Они здесь появляются все. Ну, хотя, наверное, сейчас они все там скучковались и... Мы здесь никого не встретим. Ладно. Что же у нас с гранатой-то я так не понял. Не хочет кидать. Вот вроде бы как бы берёт, да? Но не берёт. Но не кидает. Ничего не делает. Ну, в общем, видимо, это глюк. Так-то эта тема работает. Стиль бросания гранаты такой же, как и в... Недавно у нас какая-то была игра. Последнее буквально там такое... Показывается дистанция, на которую летит граната. И, собственно, зона поражения. Ну, в общем, удобная штука. На самом деле так. Да что ж ты не хочешь кидать-то, блин? По-всякому уже пробую, но не хочет и всё. Оружие, насколько я понял, здесь бесконечное. Никаких магазинов, подборов патронов. Вообще ничего такого нет. Вот, смотрите, видите, как быстро здоровье восстанавливается. Всё бы хорошо, конечно, но чувствительность мыши не настраивается. Поэтому сложно-сложно целиться на стандартных настройках. Сюда бы, конечно, допилить дополнительные настройки. Тогда было бы ничего. Ну и уровней бы побольше можно было бы сделать. Тогда было бы, наверное, ещё круче. А давайте попробуем сейчас... Чтобы нас застрелили, мы появимся на той точке или нет. Вот, смотрите, они ещё гранаты кидать умеют иногда. Сейчас сами подорвутся, наверное. Она, походу, не взорвалась нифига. Да, как я и говорил, сложно умереть. Так, и что, мы появимся в том месте? Да, смотрите, мы здесь появляемся. Это наша точка возрождения, как бы. Всё понятно. В общем, игру бы, конечно, неплохо доделать и дополнить как-то. Потому что один уровень, одна музыка... Ну, этого мало, как бы. Я понимаю, что игра дешёвая, да? Но всё равно как-то этого мало. Не хватает. Мало контента. Но, в принципе, какое-то время побегать и пострелять вполне можно. На этом предлагаю, наверное, закончить. В принципе, больше особо здесь показывать нечего. Поэтому всем удачи, всем пока. И до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok